Ментал делает все, чтобы человек находился внутри, чтобы он находился в состоянии выключенности, небдительности, расфокусированности. Почему так пропагандируется и продвигается медитация? Почему человек так любит уходить и слушать какую-то музыку? Различные психоделики. Если посмотреть вообще все то, что движет человеком в данной реальности, здесь алгоритм один и тот же. То есть заставить человека во что-то вовлечься, полностью в это погрузиться, обусловиться, одеть на себя, пропитаться этим. И если посмотреть, еще раз говорю, охватить это все внутренним взором, то это состояние забвения. Звук же, он помогает человеку пробудиться, он помогает ощутить самое себя, услышать самого себя. И в этом сакральность голоса, звучание своего собственного голоса. Но звучание голоса не просто когда кто-то там зовет мама, папа, Петя, Катя и так далее, а именно когда человек направляет голос на самого себя. Еще надо учесть то, что наверняка каждый слышал так или иначе, сейчас матрично говорю, то информационное поле делает все, чтобы заблокировать этот алгоритм и этот ключ разговора с самим собой. Сразу навешиваются ярлыки, это жезофрения, это безумие, это диссонанс, это раздрай, все что угодно. Вот за мою деятельность на практике с участниками я зачастую встречаю вот какую вещь, что человек просто любит рассуждать порой вслух, если все-таки он приходит к использованию голоса вслух. Но это, как правило, просто какое-то повествование, философствование, размышление. Нет, это не то, что подразумевается под сакральностью голоса. Потому что вот эти ораторские способности, они здесь ни при чем. Очень много, грубо говоря, в матрице можно увидеть ораторов, которые абсолютно тотально спящие люди. Так вот, что касается говорения, голос должен быть направлен на самого себя. Человек должен слышать, как он обращается к самому себе, чтобы установить контакт. Ведь не случайно же, вот голосом, когда ты обращаешься к кому-то, ты называешь кого-то по имени, да, и ты что-то хочешь сказать. То есть ты хочешь установить в первую очередь контакт, подружиться, да, расположить, то есть почувствовать какое-то взаимодействие. Смотри, как интересно. Человек все время пытается почувствовать, что он не один, почувствовать взаимодействие с кем-то, при этом совершенно разобщен и предан самим собой. И ощущая это недовольство, ощущая эту какую-то боль, эту какую-то зияющую рану и пустоту, человек вместо того, чтобы разобраться, а что это такое, он от этого бежит. В любое дело, в любое хобби, в любое занятие, в любые отношения, в разборке этих отношений, как угодно, только чтобы не оставаться сам на сам и не ощутить, а что такое я на самом деле, а что если я один, кто я такой, из чего я состою, как я функционирую, как устроена эта реальность, в которой я пребываю. Человек наивно полагает, что это он имеет точку зрения, хотя на самом деле точка зрения имеет его, потому что человек совершенно не замечает, откуда растут ноги, как это сформировалось, да, как это продуцирует себя, как это проявляется, как это оформляется вот в то, что мы называем формой, в виде разговора, в виде отношений, в виде вывода. Очень важно, чтобы человек рассматривал самого себя со стороны, и голос ему здесь, большую помощь, необходимую и незаменимую помощь, но человек пытается опереться на что угодно. Сначала он опирается на мысли, на ментал, что уже захват и ловушка, а в дальнейшем он продолжает удаляться от себя и постоянно чувствует эту тревожность, постоянно чувствует эту ненаполненность, эту тоску по себе, но пытается это компенсировать чем-то или кем-то внешним. Никогда он этим не компенсирует, всегда будет раздрай, потому что он вступает не тогда не в танец взаимодействия, а он вступает в процесс стержательства. И, соответственно, когда он чего-то ждет от кого-то, то тот кто-то будет сопротивляться, тот кто-то будет выставлять какие-то свои условия, какие-то препоны, какие-то свои требования. И вот так формируется принцип битвы, войны, конфликта. Человек на все имеет свою идею. И, увы, вот эта идея является препоном, она является той иллюзией, той пеленой, которая застилает истинное значение, истинное ощущение и осознавание. Наблюдение – это не то, что человек изнутри себя обозревает. Обозревает – это больше как внимание. И то оно достаточно узконаправленное и достаточно дискретное. Очень важно, чтобы человек охватывал собой момент себя, чтобы он был включен по периметру, чтобы он распознавал все, что происходит с ним, со стороны, как сторонний наблюдатель, ни в коем случае не проваливаясь в себя, потому что лицом к лицу лица не увидать. Субтитры создавал DimaTorzok